Я буду славить! Я буду славить! Я буду славить! Так давайте же вместе скажем слава нашему Господу! Я буду славить на веки Творца! Я хочу предложить вам место Священного Писания. Это Марка, 13 глава, 33 стих. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Эти слова Иисус Христос сказал своим последователям, сказал ученикам. Сказал в то время, когда они подошли и спрашивали у Него, учитель, когда все это будет. Люди всегда интересовались и интересуются, что будет впереди. И об этом записал Марк, евангелист Марк, записал Матфея 24 главе, Лука записал 21 главе. И это очень важное событие, и раз Духу Святому угодно было, записать это трижды. Иисус Христос, как бы давая наставление о последнем времени, Он сказал им три слова, но очень емких и веских. Он сказал, бодрствуйте, смотрите, бодрствуйте, молитесь. Это так просто и легко запомнить. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Конечно, Бог всегда был заинтересован в том, что мы смотрим, куда мы смотрим и как мы смотрим. В свое время Он спрашивал у Иеремии и говорил, Иеремия, что ты видишь? И Он говорил, я вижу. И Бог, отвечая на Его, говоря на Его ответ, ты верно видишь, ибо Я бодрствую над Словом Моим. Сам Иисус Христос, обращая наше внимание, говорил, посмотрите на небеса, посмотрите на птиц небесных, посмотрите на лилии. Вот Саша прочитал из шестой главы, там Бог посылает посмотреть или поучиться у муравья, который трудится. И дальше Он говорит это повествование о ленивом человеке. Богу не все равно, как мы смотрим, как мы реагируем вокруг нас. И поэтому Он особо делает ударение на эти три слова. Он говорит, смотрите, смотрите. Но, что характерно, вот как раз говоря о последнем времени, если до этого Он обращал внимание, чтобы смотрели мы на все окружающее, хотя здесь Он тоже говорит, возьмите подобие смоковницы, когда вы видите, то здесь вот в этой главе Он особо делает ударение. Смотрите, девятый стих Он говорит, но вы смотрите. Смотрите, кто помнит, что дальше? За собою. За собою. То есть, говоря о последнем времени, Он особо делает ударение, чтобы мы смотрели за собою. И евангелист Лука, описывая это же место, он тоже повторяет такие же слова, делает ударение и говорит, 34 стих, 21 глава, смотрите же за собою, чтобы ваши сердца не оттягочились объедением, пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно. Он особо делает ударение на то, чтобы мы смотрели. И смотрели не на брата, не на сестру, но смотрели на себя. Он говорит, смотрите за собою. Это очень сильное предупреждение, которое сегодня многие упускают из виду. Он говорит, особо в последнее время, особо смотрите за собою. Это подтверждает также, мы читаем Ефесянам 5 глава 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. 1 Коринфянам 3 глава 10 стих. Но каждый, смотри, как строит, какое основание, вы помните это место, кто строит из золота, серебра, кто из драгоценных камней, кто из дерева, из соломы. И он говорит, чтобы мы смотрели. Смотрели за собою. Смотрели за своей жизнью, смотрели за своими поступками. Как мы живем. Как мы строим свой духовный дом. И это очень важно. Мы должны смотреть. Мы должны смотреть. У меня был друг Володя. Он жил на Грессе, там, в соседний городок. И он приезжал очень часто ко мне. Ночевал у меня. Я учил его на гитаре играть. И потом он женился. И перестал ходить на собрания. И вот мама постоянно. Съезди, попроведуй, побеседуй с ним. Я приехал к нему. Он не ожидал, потому что телефонов не было, как сейчас. Позвонил, спросил, дома, не дома. Приехал просто наугад. Он оказался дома. Пришел с работы, подвыпивший. И я, значит, захватил его врасплох. Володя, как жизнь? Он давай рассказывает. Иваныч, слава Богу! Жизнь, значит, и так далее. Я говорю, а как духовное состояние? Духовное состояние отлично. Я, значит, читаю... Вот смотри, Библию достает, недалеко лежит Библия. Вот смотри, значит, я как раз вот читал, значит, Даниила, седьмая глава. У, что я там увидел? Я там Маленкова увидел, я там Хрущева увидел, Сталина и так далее. Я говорю, слушай, Володя, что толку, если ты всех увидишь, а себя не видишь? Твое положение, твое состояние. К великому сожалению, мы таких встречаем очень часто людей, которые видят все и много видят, но самого главного, чего не видят, это не видят себя. Кто-то сказал очень умную фразу, разумную фразу. Если ты увидел ангела, ты много увидел. Но если ты увидел себя, ты намного больше увидел, ты множество увидел. Да, и на примере мы видим Валаам, ему явился ангел. Казалось бы, это же великое событие. Явился ангел, представьте, братья, сестры, кому-то из нас явился ангел. Он увидел ангела, но он не увидел себя. Он не увидел свое состояние, что происходит, и конец его мы знаем. Это печальное положение, и поэтому Иисус Христос особо в последнее время, или говоря о последнем времени, Он делает особое ударение на эти слова. Три слова. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Мы должны смотреть, мы должны смотреть, что происходит. Происходит в жизни нашей. И насколько мы внимательны к этому происходит. Я расскажу вам пример из моей жизни. Я очень рано поднимаюсь, работаю с пяти часов. Есть такая поговорка в народе. Учение свет, а не учение чуть светы на работу. То вот я с этой категории. Поднимаюсь в четыре часа. И у меня будильник на четыре часа. И очень часто я просыпаюсь без пяти минут. Три пятьдесят пять. И я поднимаюсь, будильник выключаю, чтобы жену не разбудить. Потихонечку выхожу и, значит, отправляюсь на работу. Однажды точно так же я проснулся, смотрю, без пяти. Я поднялся, быстренько оделся, помолился и выезжаю. Выезжаю и вдруг вижу там по одной улице, всегда я вижу одного мужчину. Снег или дождь идет, или град, он всегда выгуливает в это время. В 4.20, в 4.18 двух больших собак красных. Я проехал всю улицу, нету их. Почему? Что произошло? Звоню сыну, заехал за ним. Звоню, машина разогрета, пожалуйста. Он подскочил. Папа, сори, будильник что-то не сработал. Упал в машину, уснул. Выехал я на фривей. Не могу узнать фривей, что происходит. Машин нету. Впереди там где-то далеко, взади нету. Опять ничего не пойму, что происходит. Приезжаю на парковку, ведь там только понял. Все парковки мои. Я поднялся на час раньше. Ну, я видел, что-то не то. Что-то не то происходит. Почему нету? Нету этого мужчины. Почему сын проспал? Почему машин нету? Почему? То есть, в жизни нашей мы, если мы внимательно и смотрим, что происходит вокруг нас, по некоторым признакам можем оценить свое состояние. Что происходит со мной? Если я раньше хорошо мог молиться, мог собрание не пропускать сейчас. И это легко, запросто. Как Саша напомнил нам этот стих. Немножко посплю, немножко полежу, немножко подремлю. Если раньше я легко был на добрые дела, сейчас как-то трудно, рука моя не открывается. Что происходит? Мы можем быть, если внимательным быть к себе, то мы можем увидеть. И поэтому эти два слова, как бы вот смотрите и бодрствуйте, они настолько рядом, и что смотря, мы должны бодрствовать. Мы должны бодрствовать. Что происходит в жизни нашей? Когда мы замечаем, что что-то не то, мы должны начать бить тревогу. А не так, когда уже приезжаешь и уже некуда деваться. То в нашей жизни мы должны быть очень внимательными. Бодрствуйте. Христос говорит, бодрствуйте. Бодрствовать – это означает быть бдительным. Быть очень бдительным. И причем эта бдительность, она должна направлена не к брату, не к соседу, не к сестре, а вот именно к себе. Бдительным к своим поступкам, к своим словам. Мы должны бодрствовать. И очень должны бодрствовать. Мы читаем такие слова, где апостол Павел записал. Деяние 20 глава, 29-31 стих. Восстанут. Он, помните, там говорит тоже о последнем времени. И в последнее время восстанут те люди, которые будут говорить превратно. Они будут отвращать от истинной веры. И он дальше говорит, но вы бодрствуйте, пометуя, что... И он там дальше говорит, я три года непрестанно учил вас. И апостол Павел три года учил. Но я вот наблюдаю некоторую картину. Дедушка был христианин. Родители, мама, папа были верующие. Был в церкви у нас, пел в хоре. Потом вдруг он понял, что Иисус Христос, Он не настоящий Мессия. Что надо заповеди соблюдать, что надо субботу соблюдать и так далее. И это говорит все о последнем времени. Потому что где-то что-то было неправильно. Где-то что-то было упущено, где-то не бодрствовал. И вот апостол Павел говорит, что появятся в последнее время те люди, которые будут учить превратно. Которые будут говорить очень красиво, красноречиво. Но он говорит, ну вы бодрствуйте, помятуя о том, чему я вас учил три года, день и ночь. Родители, не три года, а всю жизнь, с детства были христиане. Учили, говорили, кто Христос, что такое Христос. И вдруг, как будто какое-то прозрение. Это работа сатаны. Он делает сначала, отвлекает человека, отбивает от стада, как хищник похищает. Отбивает от стада. Это значит ленностью, беспечием, нерадением. Это без меня сделают, это там тоже без меня сделают. А в этом обойдутся и так далее. И таким образом человек передвигается на заднюю скамеечку, на заднюю лавочку. И все дальше и дальше. И когда он уже там, от стада отбившись, тогда легко похитить такого человека. Но Христос, говоря о последнем времени, Он говорит, но вы смотрите, бодрствуйте. Мы привыкли к этому слову бодрствуйте, бодрствуйте. И вроде бы оно такое простое слово. Но я хочу рассказать вам одну иллюстрацию о настоящем бодрствовании. И как вот человек бодрствует. Мой отец работал на элеваторе. Значит, Павел Волчок такой был. Кстати, вот сестра Валя Валентина Ткачева, она его знает хорошо. И о ком речь пойдет сейчас. Он служил на границе на Дальнем Востоке. И вот случилось так, что пришли менять часового, его нет. Лежит только винтовка, его нет. Проходит какое-то время, второй солдат исчез. И говорит, выпала доля мне идти на этот пост. А это происходило периодически. И вот, говорит, когда я стоял на этом посту, я знал, что буквально там две недели назад одного не стало. И следов нет. Значит, и, естественно, представьте, какое его состояние. Там грибочек такой стоял. И вот он вышел там, ходил, вышел из-под грибка. И стоит винтовка старая, наши братья помнят, длинная, штык-нож. И говорит, вдруг какой-то шорох маленький. А там скала была небольшая. Он повернулся, уже тигр уссурийский летит на него. И он единственное, что успел отшатнуться, как бы опираясь в винтовку. И этот тигр напоролся на эту винтовку. Крик, и он кричит, и так далее. То вот это вот бодрствование очень хорошо описывает эту картину. Я думаю, если кому-то из нас довелось, или мне, или вам, и вы знаете, что в любой час, в любой час, неизвестно, что происходит. Или кто-то снимал часового, или зверь какой-то. То вот, друзья мои, мы иногда расхолаживаемся, понимая, что вчера так было, позавчера так было. И ничего не случается вроде как. Но мы упускаем очень важное слово, которое, предупреждение, которое сказал Иисус Христос. Он говорит, смотрите, бодрствуйте. И опять же таки, смотреть за собою, смотреть и бодрствовать тоже над собою. Над своими поступками, над своими делами, над жизнью нашей мы должны бодрствовать. И Иисус Христос, Он тоже рисует картину и очень такую подобную картину. Он дальше после этого говорит, подобно, как бы кто, отходя в путь, оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику, бодрствуйте. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пене петухов, или поутру, чтобы пришедший внезапно не нашел вас спящими. А что говорю вам, говорю вам, бодрствуйте. И это очень серьезно. Псалопевец Давид, он пишет в 140-м псалме этим стихом. Положи, Господи, охраду устам моим, и ограду двери уст моих. Он говорит о том, там дальше говорит о том, что как необходимо бодрствовать, бодрствовать над тем, что мы говорим, над том, что мы делаем, над том, как мы живем, как мы поступаем. И это очень важно. Евреям, 12 глава, 15 стих, мы читаем такие слова. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень не возник и не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, мы должны наблюдать. Наблюдать. Бодрствовать – это быть внимательным. Бодрствовать – это быть начеку. Бодрствовать – это быть на страже. Подобно, как тот воин, который настолько бодрствовал, что малейший шорох, он услышал там падение какого-то камня, и это уже встревожило его. И Иисус Христос, давая ученикам в последнее время, говоря о последнем времени, он сделал особое ударение на этих три слова. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. И вот в двух предыдущих «Смотрите, бодрствовать» как раз помогает третья – это молитва. Молящийся человек, когда он не забывает помолиться, когда он не полагает на свои силы, на свой разум, на свои знания или способности, но он каждый раз обращается в молитве к Богу. И он говорит, в молитве выражает свои желания, намерения на этот день и так далее. То такой человек, непременно, он будет успешен. И Иисус Христос своим ученикам, вы помните, в то время, трудное время, Он говорил им, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда мы молимся, когда мы молимся, тогда мы получаем силу бодрствовать. Когда мы молимся, тогда мы получаем способность при освящении Духа Святого увидеть себя. Потому что это так трудно. К великому сожалению, бывает так, что все буквально замечают, что человек поступает неправильно. Одна только беда – что он не видит себя. Он не видит себя, не видит свои поступки, не видит свою грубость, не видит своих действий. И поэтому очень важно для нас, христиан последнего времени, эти три слова должны быть очень, очень памятными. Мы должны помнить, так казалось бы, просто так мало. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Я хочу, чтобы мы сейчас вместе с вами помолились, чтобы Господь благословил и помог нам. Пусть Дух Святой посредством молитвы, посредством общения с Ним поможет нам в жизни нашей бодрствовать во всякое время и видеть все, что происходит в жизни моей, в жизни каждого. Потому что мы дадим отчет не за брата, не за сестру, не за хористов. Мы дадим отчет каждый сам за себя. И поэтому на вопрос учеников, учитель, скажи, когда это будет? И каков признак твоего пришествия? Он говорит. Говорит признаки, говорит, когда это будет, но в конце этой главы или в конце всего этого, как заключения, он говорит, но вы смотрите, бодрствуйте, молитесь. Поэтому благослови нас Господь. И мы сейчас с этими словами пойдем к молитве. Пусть Господь благословит каждого из нас. Ему за все слава во веки. Аминь. Аллилуйя тебе, Господь.